Выпавший снег необходимо своевременно убирать, не дожидаясь, когда он растает и создаст непроходимые участки на улицах. Для представителей управляющих компаний и дорожных служб это ответственный период, когда нужно бросить все силы на создание комфортных условий для жителей. Денис Семенов лично ознакомился с технологиями уборки снега и наледи, а также с нюансами, влияющими на скорость очистки. Объезд начали с магазина «Да». Здесь наблюдается некачественная уборка снега. Две у нас такие точки есть. Это платформа 14 километров и магазин «Да». Значит, задача сегодня до трех часов дня должны все убрать полностью. Расчистить свою парковку, расчистить вот эти бугры все и вот эту пешеходную зону, входную группу через себя. Все должно быть очищено до твердого основания. Подтаяло, поддоны с гвоздями пусть уберут, пока никто здесь ноги себе не проколол. В ходе объезда проверили городской бульвар, где проводилась механизированная уборка трактором. В первую очередь необходимо тщательно расчистить подходы к детским садам и школам, больницам, социальным учреждениям, остановочным павильонам, привести в порядок дворовые территории. Дворники своевременно очищают входы в подъезды. На детских площадках также оперативно ведется уборка. Проверили территорию автостанции. Глава дал ряд поручений. С молодежного центра либо дворника, либо уборщика, либо кого-то отправят с веником или с метелкой. Камень, вот этот гранит почистят, и верхушку, вот где ноги, и все. Ну от снега. Сделаем, чтобы он красивый, стоял постоянно. А, и там табличка у нас внизу, вот эта чугунная, которая, да, табличку расчистит. Своевременно убирать снег с мемориала глава поручил и сотрудникам Дома культуры. ДК надо попросить, вот как с памятником, чтобы как только снег идет, чтобы дворники убирали вот эти памятные доски, все вениками сметали, и памятники все были чистые. Видите, как замело, замерзло. Его не видно, ничего не подойти, не прочитать. Хорошо? Еще одной точкой маршрута стала территория городской больницы, где на участках наблюдается наледь. Глава поручил произвести очистку снега до брусчатки и навести порядок. Здесь вот надо уже чистить конкретно. Видишь, он прошел лопатой, туда смел в угол и все. Ну что это такое, бросился. Вот прямо от забора, от зеленого до первой ступеньки снега здесь не должно быть. Вот эта широкая вся сторона полностью должна быть всегда очищена. Во время объезда обсудили ремонт ограждения детского сада «Светлячок». В ночь с 28 на 29 января неизвестные лица на автотранспортном средстве повредили две секции ограждения, после чего скрылись с места происшествия. С помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион» ведется поиск виновного. Глава обратился к руководителю ЖКО «Север» оказать все необходимое содействие по восстановлению забора. Безопасность детей превыше всего. Очистить от снега необходима и автомобильную парковку на улице Некрасова. Также объехали дворы, улицы, сквер Святого Константина, территорию городского парка. Проверили порядок вблизи торговых объектов. Сегодня весь объезд был посвящен работе коммунальных служб. Наконец-то пришла зима. И наша задача контролировать, проверять, как идет уборочный процесс всех дорог, дворов, тротуаров, проездов и общественных пространств. У нас вчера даже в среду техника работала до 9 вечера, вот с утра до 9 вечера, до того момента, пока не проехали каждую дорожку. Сегодня прошли, посмотрели, как техника организована во дворах. В принципе, еще впереди целый день. Я думаю, что все замечания нашей управляющей компании, нашим БУДД, все устранят, но на сегодняшний день процесс отлажен. Есть замечания по работе служб, которые ответственны за содержание территории у торговых объектов. Конечно, не все, но в большинстве случаев на сегодняшний день торговые объекты не совсем качественно убирают прилегающие территории, в том числе там, где закреплены парковки. В некоторых местах, не буду, наверное, их называть, сегодня даже увидели, что вообще не убрано. То есть это, в первую очередь, на мой взгляд, забота о клиентах, забота о жителях, которые приходят, делают покупки в магазинах, торговых центрах, приезжают. Все должно быть всегда почищено до асфальта и должны быть всегда сухие подходы, заходы во все магазины торгового центра. Наша главная задача – свести все обращения жителей, все замечания, все предложения, весь негатив к минимуму, чтобы коммунальные дорожные службы отрабатывали с полной отдачей и в городе была чистота и порядок.